Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал БИЗ-ТВ. Сегодня в эфире у нас первый выпуск шоу об актуальных вопросах информационной безопасности. Я Евгений Царев и мои коллеги Александр Виноградов и Александр Санин. Мы обсудим, на наш взгляд, очень важную и интересную тему похищения денег с банковских счетов, как физических, так и юридических лиц. Расскажем, что нужно делать в данной ситуации, чтобы мы с вами всегда знали, как поступать в сложных и нестандартных ситуациях. Для начала немного цифр и фактов нашей с вами сегодняшней тематики. Посмотрим ленту новостей. В Смоленске без денег оставилось полторы сотни человек. Вина лежит на мошенников, которые воровали деньги с карточек простых граждан. Всего было похищено более трех миллионов рублей. В Самаре в руки злоумышленников попала чужая сим-карта, с которой точно так же были успешно списаны более 70 тысяч рублей. В Новосибирске кассир супермаркета копировала данные из пластиковых карт, тем самым списывала деньги со счетов простых граждан. За полтора года ей удалось вывести более 600 тысяч рублей. Это всего лишь несколько новостей из той большой плеяды, которую мы видим с вами в новостных лентах. По этой самой причине мы подготовили статистику по подобным новостям, объединили все это и сейчас вам предоставим. В 2006 году объем мошенничества в стенах дистанционного банковского обслуживания оценен коллегами из Техносервов 6 миллионов долларов. Это было так называемое начало, начало эпохи похищений через дистанционный банкинг. В дальнейшем мы наблюдали последовательный, иногда взрывной рост. Вот в частности, на рубеже с 2008 по 2009 год рост составил более 200%. К 2010 году объем мошенничества достиг 67 миллионов долларов. И в настоящий момент мы видим некое снижение темпов прироста объема потерь. Многие это связывают с тем, что правоохранительная система стала работать гораздо более эффективно. И вот по тем данным, которые приводят исследователи, к 2015 году общий объем мошенничества в стенах дистанционного банковского обслуживания превысит 170 миллионов долларов в год. Такого рода статистики в интернете достаточно много. Это достаточно спорный вопрос. Мы с вами обсудим адекватность этих оценок. При этом клиенты не остаются в стороне. Они обращаются в банки за возмещением денежных средств. По мнению коллег из ТКС, общая сумма запросов на возмещение денег составила порядка 120 миллионов долларов. Эта цифра отражает общие потери российских банков от мошенничества. Не всегда пользователи, как мы все прекрасно знаем, обращаются в связи с похищением денег. Иногда это внутренний фрод, иногда это мошенничество непосредственно самих пользователей и клиентов банка. Соответственно, в видах мошенничества мы должны в первую очередь выделить так называемый дружественный фрод. Это около 30%. В качестве примера, когда клиенты меняются карточками и, соответственно, расплачиваются ими в отпуске. После этого пытаются истребовать деньги из банка и так далее и тому подобное. Теперь перейдем все-таки к нашим экспертам. Александр Санин, как специалист по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания. И Александр Виноградов, представитель кредитной организации, начальник управления информационной безопасности. Говоря о статистике, все-таки я бы добавил еще статистику Центрального банка. В связи с тем, что вышли 382П и 3007У, в котором обязуют кредитные организации предоставлять ежемесячные инциденты в сфере ДБО, в сфере пластика и всего остального. Вот это, я думаю, более адекватная все-таки статистик по сравнению с тем статистиками, которые были приведены до этого. А какие-то основные цифры из них можете назвать? ВИК был на ноябрь 2012 года. Было инцидентов зафиксировано около полутора тысяч. Что касается расследования инцидентов информационной безопасности, вот этих попыток вывода денежных средств, имеет ли право банк заниматься расследованием инцидентов? В нормативных документах Российской Федерации нет понятия возврата денежных средств, нет понятия приостановки денежных средств, а также кредитные организации не вправе заниматься ОРД оперативно-розыскной деятельностью в рамках своей деятельности. Для этого это право дается только правоохранительным органам. Вы проговорили, что все-таки банк не имеет права проводить оперативно-розыскные действия. Тем не менее, сбор свидетельств, доказательств, обстоятельств совершения того или иного инцидента банк должен осуществлять. Какие средства используются для этого, чем банки пользуются? Это очень просто. С входом в действие 3007У, указанием Банка России, с 10 января 2014 года, кредитные организации должны ввести архивирование логов допуска к ДБО в течение трех лет. До этого момента никто нас этим делом не обязовал. То есть мы могли хранить, не хранить, то есть каждый банк делал все по-разному. Также с входом девятой статьи происходит обязательное архивирование СМС-подтверждений, если банк собирается это дело вводить с 1 января, как информирование клиента. То есть обязательное архивирование. В некоторых банках присутствует фрод-мониторинг. Это программно-аппаратные комплексы, которые на своих определенных алгоритмах считают ту или иную операцию подозрительной или неподозрительной. И в зависимости от критериев переводят уже на определенного сотрудника кредитной организации, который созванивается с клиентом и спрашивает о легитимности данного платежа. Например, очень простой пример. Либо не с того айпишника была отправлена платежка, либо, например, фирма занимается стройматериалами, а здесь платежка пришла, например, на покупку воздушных шариков. Это как бы очень подозрительно, но поэтому происходит звонок. Или вход, например, в систему ДБО осуществляется там с территории Японии, хотя всегда был из Москвы, да? То есть это можно сделать, то есть есть, но это не во всех банках. То есть, насколько я понимаю, все-таки такие средства есть у более крупных банков? У крупных, потому что данный программно-аппаратный комплекс стоит не очень мало денег. И вложиться в него, ну, это уже должен принимать решение совета директоров или предправления. Интересно, мы как раз подходим к процедуре возврата, да? Насколько мне известно, разные банки все-таки по-разному реагируют на запрос клиентов вернуть те или иные денежные средства, там, по пластику или по аудиционному банкингу. Каковы модели работы банков существуют? Каждый банк фактически принимает ту или иную модель действий для себя сам, нет какого-то свода законов, который бы говорил банкам, как действовать в такой ситуации. Каждый банк действует на смотревших усмотрений. Некоторые банки действуют, ну, изначально первая, главная для них информация, это то, какая сумма была украдена, ну, заявлена потерпевшим. То есть, некоторые банки на небольшие суммы, возврат небольших сумм, идут более охотно. Например, там, если у вас похитили до, там, трех тысяч рублей, к примеру, да, то вам их вполне могут, там, вернуть. Есть такие банки. Есть банки, которые занимают более жесткую позицию и не возвращают деньги ни при каких обстоятельствах. То есть, у меня, ну, там, лично в моей практике не было такого, чтобы, там, с моих счетов списывались средства, но среди моих, там, близких знакомых такие случаи бывали. И могу вам сказать, что, ну, там, по моему жизненному опыту статистика далеко не в пользу потерпевших, да, то есть, из, там, может быть, там, 10 или 15 случаев возвратов не было ни одного со стороны банка. А вот по поводу возврата денег. Предположим, необходимо вернуть клиенту денежные средства. Существуют ли такие механизмы у банка? Насколько мне известно, здесь тоже есть определенные сложности. Есть нормативный документ Федерации, не прописан механизм. При остановке, ну, допустим, у клиента действительно увели деньги, другой банк, к примеру, самый простой способ. Что в этом случае делать? Банк-отправитель сообщает в письменном виде за подписью первого лица клиентной организации, банк-получатель о том, что произошла транзакция. Но у банка-получателя нет никаких оснований приостанавливать данный платеж и возвращать денежные средства. Это можно сделать только в том случае, если будет решение суда. Но решение суда в течение одного-двух дней – это нереально. Понятно. Подходим к девятой статье закона национальной платежной системе. Подскажите, ее принятие в существующем виде как повлияет непосредственно на процедуры возмещения денежных средств, на работу с клиентами, которые банки осуществляют? Существующие нормативные акты правовые в Российской Федерации еще имеют достаточно много белых дыр по теме мошенничества, возврата денежных средств и прочее. Девятая статья – это, по факту, первое документально зафиксированное требование, которое касается возврата денежных средств. Ее уже несколько раз переносили, и мы знаем, что с 2014 года в той редакции, которая существует сейчас, она наконец будет принята. С одной стороны, это обяжет банки возвращать подозрительные транзакции клиентам, но с другой стороны, как мы часто видим, та же самая статистика нам об этом говорит, что это может подтолкнуть определенную часть населения, не очень законопослушного, нарушать закон и писать вот эти вот фиктивные, скажем так, заявления о возврате денежных средств. То есть это тоже такой вопрос еще не до конца урегулированный, как все это будет прописано и как этот механизм будет работать. Ну а сейчас хотелось бы рассмотреть классические схемы вывода денежных средств со счетов клиентов. Первый вариант – это похищение на небольшие суммы, условно до миллиона-полутора миллионов рублей. Первый шаг – с помощью вредоносных программного обеспечения через систему дистанционного банковского обслуживания деньги переводятся на счет злоумышленника. В дальнейшем просто эти деньги обналичиваются через систему банкоматов за счет так называемых дропов, специально обученного человека, который подходит к банкомату и снимает денежные средства. В дальнейшем деньги передаются руководителю всей этой схемы и делятся, как показывает практика, примерно 50 на 50 между организатором и непосредственно хакером, программистом, тот, кто работает с технической точки зрения. Следующий вариант – это уже крупные суммы, когда через один счет вывести невозможно. Деньги переводятся благодаря тому же самому вредоносному программному обеспечению на счет юридического лица. В дальнейшем через так называемые зарплатные проекты банка переводятся на большое число счетов физических лиц, есть те же самые кредитные карточки, зарплатные карточки, после чего дропы ходят, снимают деньги через банкоматы и уже в дальнейшем, опять же, делят деньги между собой. Александр, правда ли, что по вот этой второй схеме деньги можно вывести буквально за несколько часов? Я бы даже сказал за несколько минут. Как это выглядит в таком случае процедура? Вы представили только очень сильно классические схемы, существуют очень сложные схемы, когда с нескольких, например, возьмем вторую схему, когда с нескольких юридических лиц приходят на фирму, и даже иногда очень сильно белую, то есть не обязательно она должна быть робовская. Делается очень просто. Берем, например, любую фирму, которая легально всем занимается. У нее заранее вскрывается клиент банка. После этого происходят транзакции на эту фирму. Никаких подозрений к ней, я думаю, что никто не вызовет, потому что она абсолютно легальная, и после нее происходит дальше пропрос денег. Но не обязательно прям на другие юрики, физики. Здесь может быть любой ввод денег. Здесь может быть и с учетом мобильных операторов, и при помощи вывода за рубеж. Несколько слов по схемам. Какие еще варианты схем вывода денег в настоящий момент существуют, действуют и используются в лоношнике? Неспроста в нашей статистике приведена схема с 5 миллионов рублей, как особо крупные размеры, в виде второй. И там фигурирует такое понятие, как зарплатный проект. На самом деле это неспроста, потому что, как правило, по моим данным, по тому опыту, который я имею, как правило, все компании, имеющие зарплатные проекты в банках, имеют и кредитную линию в этом банке под этот зарплатный проект. Банки, как правило, представляют такую услугу за какой-то небольшой процент, это платная услуга, но она очень удобная, и ей пользуется очень большое количество юрлиц. Поэтому зарплатная схема вывода стала очень популярной. Почему? Потому что даже если на счетах юридического лица нет денег, формально, а вы сломали его из ДО, вы зашли туда, смотрите, а там нет денег, вы можете в любом случае вывести несколько миллионов рублей под зарплатный проект, потому что вам предоставится кредитная линия от банка. То есть фактически вы даже воруете деньги не у конкретного юрлица, а у банка, у финансовой организации. Все-таки нужно понять, что делать клиентам, тем же самым юридическим и физическим лицам, со счета которых пропадают деньги. На этих целях все-таки была создана методичка еще в прошлом году. Вписали ее представители кредитных организаций, представители Центрального банка, представители МВД, ФСБ. А касательно действий в случае, если денежные средства все-таки были списаны, предлагаю перейти к схеме и проговорить, по крайней мере, про физические лица. Что нужно делать, если с вашего счета пропали деньги? Методичка нам рекомендует в первую очередь отключить компьютер. Можно из сети, так называемое, с жестким выключением. Сообщить в банк об инциденте. Обычно банки прописывают в договоре с клиентом требование сообщать по телефону. Прикладывается какой-то номер телефона, по нему нужно позвонить и непосредственно сообщить об инциденте. В дальнейшем необходимо действовать согласно тем инструкциям, которые вам скажет сотрудник банка. Два этапа, которые очень часто забываются, мы о них сегодня уже говорили, это подготовить, так называемые, письменные заявления. Письменные заявления должны готовиться в сторону банка и в правоохранительные органы. В противном случае, все-таки без заявления, банк сам возбудить дело не сможет. Передать соответствующие заявления в банк и в полицию. И в дальнейшем стараться сохранить неизменным тот компьютер, то программа обеспечения, которая все-таки работала. То есть компьютер нужно по возможности не включать, не пользоваться им. Эта схема все-таки касается больше дистанционного банковского обслуживания. Вот у меня вопрос к Александру. Александр, насколько она реализуема и может ли банк предписать клиентов поступать по следующей процедуре? Может сделать и все это описать в договоре с клиентом. Но здесь, как вы правильно сказали, это только связано с дистанционным банковским обслуживанием. Существуют еще и пластиковые карты. Притом пластик можно разделить на две части. Первые – это кредитные карты. Вторые – это дебетовые карты типа зарплатных или еще каких-либых. Александр, мы проговорили схему по действиям клиентов в случае использования системы дистанционного банкинга. А что делать, если у нас обычный пластик? В этом случае ему все-таки на всякий случай нужно написать, во-первых, телефон кулцентра, куда звонить. Во-вторых, номер карты. Сам телефон изначально. Сам телефон, либо куда-нибудь на бумажку, либо положить ее в паспорт, куда угодно. Потому что если увели деньги, увели сумочку или еще что угодно, либо он просто потерял, он в данной ситуации просто не знает, кому звонить. Распространено мнение, что российские банки ненадежны, поэтому имеет смысл хранить деньги в западных банках. Миф – это не миф. Как к этому относиться? Вы знаете, российскому гражданину хранить деньги в западном банке за рубежом крайне проблематично. Если вы попробуете открыть себе счет в западном банке, за рубежом я имею в виду, не в западном банке, который работает у нас здесь, а за рубежом, то вы столкнетесь с огромным количеством проблем и простой человек, который не способен идти до конца и решать этот вопрос, может быть, даже годами, он наверняка такой счет открыть не сможет. Что же касается тех зарубежных банков, которые работают на территории Российской Федерации, так как их сейчас много очень, то на самом деле нельзя говорить, что они защищены лучше, чем российские банки. Я считаю, что степень защиты российских банков или зарубежных банков никак не связана с их капиталом, с происхождением их капитала. Здесь все скорее зависит от управления. Если выделяется достаточно денег на информационную безопасность, то, наверное, этому банку доверять можно. Предположим, клиент добросовестный, порядочный, вот он и по кредиту хорошо платил, и все у него замечательно. Произошел инцидент, как вы считаете, эта схема рабочая? На самом деле все это не работает, потому что клиенту, когда у него украли деньги, ему нужно одно, ему нужно, чтобы ему эти деньги либо вернули, либо если украдены не его деньги, там, а кредитный лимит выбран, да, чтобы банк ему этот кредитный лимит, ну, простил. Мне неизвестно о фактах, когда деньги возвращаются. Я знаю несколько фактов, когда дело просто загибалось и никак не расследовалось, банк выбирал позицию, то, что, ну, извините, мы-то тут вообще ни при чем, да, это же вы карту потеряли, там, и так далее. Вот, а о случаях, когда банк вместе с правоохранительным органом расследовали, доводили до конца, ловили злоумышленника, сажали его в тюрьму, я, к сожалению, не знаю ни одного. Есть случаи, когда БСТМ, ГОППК, МВД России все-таки довели дело, были пойманы, и те, кто занимаются скивингом, и те, которые обналичивали, такие существуют вещи. Существуют другие варианты, то есть, ну, хорошо, деньги снято, а бывают случаи, когда они висят в банке получателя, и назад их вернуть никак нельзя, потому что нет законных оснований, нет законных оснований, и мы просто тупо сидим, ждем день, месяц, год решения суда, а, может быть, его никогда не будет. Ну что ж, наш последний, тринадцатый вопрос на сегодня. Александр, что делать в такой ситуации, что делать, в первую очередь, рядовым пользователям, каковы их действия? Нужно использовать превентивные меры защиты, да, то есть, у вас должны быть, вы должны, безусловно, осознавать, что мы живем с вами сейчас в век компьютерных информационных технологий, и наш компьютер, наш планшет, наш телефон мобильный, это устройство, при помощи которого у нас могут украть деньги. Это факт. Поэтому нельзя, чтобы там все было захлопотно и был бы полный беспорядок, да, то есть, ну, какие-то элементарные гигиенические средства защиты должны там быть установлены, я не знаю. Антивирус, он должен быть нормальным, он должен обновляться, это не просто должен быть какой-то скачанный два года назад антивирус, и все, и поставили, и забыли, да, то есть, за этим надо следить. Ну, в нормальных случаях я рекомендую там ставить какие-то, может быть, ну, сейчас для пользователей уже придумали такие там фаерволы, да, то есть, вешистевые экраны, которые от пользователя требуют минимум навыков, чтобы им пользоваться. Вот, ну, еще в качестве такой меры сейчас очень популярны стали приложения для мобильных платформ, ну, у нас у всех сейчас появились планшеты, смартфоны, многие банки представляют своим пользователям приложения для управления своим клиент-банком через пользовательское приложение, которое вы скачали где-то. Вот, на мой взгляд, это, ну, эта штука набирает популярность, но, на мой взгляд, она до сих пор еще недостаточно защищена. Вопрос другой. Бывает ДБО, а бывает пластик. И механизмы в противодействии, например, в ДБО, ну, вот мы нашим клиентам говорим следующее. Обязательно подключение смс-информирования. Если есть возможность, купите какой-нибудь ноутбук, пропишите, что вы только с него будете заходить в систему клиент-банка. Только по определенному адресу. На них не будет ни почты, на них не будет ни проверка, там, я не знаю, каких-то новостей, ни скачивания, что угодно. Только для того, чтобы вы входили в клиент-банк. Это не так дорого стоит, там, предел в 10 тысяч. Маленький компьютер абсолютно. Туда вам нужно обязательно поставить легальный антивирус. Туда нужно обязательно ставить сети обновлений, которые предоставляет, например, Windows. Если вы за этим будете следить, я думаю, проблем у вас не возникнет. Плюс вы сделали платежку, вы посмотрели свой баланс, вы сделали выписку по счету, без разницы, закрыли, отложили в сторону. Если у вас данной возможности нет, это очень просто. Ну, получается так. У вас есть компьютер, на котором вы работаете, отправляете платежку, например, 1С подключена или еще что-то. Зашли в клиент-банк, вставили токен, сделали транзакцию, вынули токен, убрали его в сторону. Дальше вы можете работать. Что касается пластика, ну, все-таки, действительно, я полностью согласен с Александром, действительно чистая гигиена. То есть, не показывать пластиковую карту кому-либо, там, соседям, там, не знаю, родственникам, там, еще что-то. Это ваша карта. Вы не должны ее никому отдавать. Во-вторых, снятие денег, например, в переходах в метро, на вокзалах. Ну, 99,9% там скинет. Если вы хотите, действительно, снять деньги, обратитесь лучше либо в офис банка, либо в головной офис, либо в какое-нибудь там отделение. Но рядом должен быть охранник, который видит и следит за этим банкоматом. Здесь у вас уже попроще. Во-вторых, если вы приходите, например, в какой-нибудь кафе, приходите в какой-то ресторан или еще куда угодно, вы отдаете пластиковую карту, этого делать не стоит. Попросите, чтобы вам принесли посттерминал, где вы сами все заведете и все, вставите карту, заведете пин-код в вашем присутствии. Не отдавайте. Можно сделать еще проще, можно завести вторую пластиковую карту. Мне кажется, это гораздо проще. Да. На ней будет находиться очень маленький баланс. Одна у вас будет зарплатная, вторая у вас будет только через интернет, на которую вы будете платить. За интернет, за мобильную связь, что угодно. Но вы ее сведите в интернете. Там будет у вас за 5 тысяч на ней, 10 тысяч. То есть те деньги, которые для вас особо не будут проблемны, если они у вас немножко уйдут. За то зарплатное, которое вы пользуетесь. Как священная корона, пусть лежит отдельно. Если вам нужно будет, вы с ней снимите деньги. Это все на сегодня. Большое спасибо нашим сегодняшним гостям. Надеемся, что вам понравилось сегодняшнее наше мероприятие, наша сегодняшняя передача. Вы смотрели ток-шоу «Пятница-13» на БИЗ-ТВ. Теперь вы знаете о том, как действовать в случаях различного рода инцидентах в пластике, в дистанционно-банкском обслуживании. Если вы смотрите это видео в интернете, пожалуйста, оставляйте комментарии. Я надеюсь, наши коллеги в том числе смогут прокомментировать какие-то вопросы. А с вами был я, Евгений Царев. Желаю вам удачи и благополучия. До связи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»